Далее, первое впечатление остается навсегда. Попав на грязное и неудобное рабочее место, рабочий возмутится, конечно, впервые, удивится и начнет работать. В скором времени он будет читать, что так было всегда, и так и должно быть. Работая тренером на фабрике имитации процессов на КАМАЗе, я очень часто экспериментировал с удерживающими приспособлениями, и там людям надо было собирать турбокомпрессор на столе, и я ставил удерживающие приспособления для турбокомпрессора в неудобное положение, где человеку приходилось поворачиваться, изгибаться, но на самом деле неудобно. И что вы думаете, большинство людей, где-то 95% точно, они продолжали работать в течение всего тренинга, тренинг идет весь день, то есть им надо было как минимум 3 раза, 3 раунда собирать турбокомпрессор, и все 3 раунда они продолжали работать в неудобном положении, хотя они могли взять и повернуть приспособление, то есть так, как они хотят, так, как им удобно, то есть это не требовало какого-то навыка, разрешения, особых умственных усилий, то есть отвернуть крепление, повернуть приспособление, так как удобно закрепить. Все. То есть первое впечатление, оно остается навсегда, вот здесь имеется в виду и то, что человек, он адаптируется к той ситуации, в которую он попадает, здесь еще и наблюдение очень тесно связано с первыми, с привычками. И он считает состояние процесса, состояние рабочего места, состояние операции, технологии и так далее, то есть то, с чем он впервые столкнулся, он считает это априори верным. То есть так работали до него, так его научили, и, собственно, лучше этого, значит, ничего не было придумано. Соответственно, если раньше ничего не было придумано, а лучше, то и он не придумает лучше. То же самое и с руководителями, проблемы, которые были до руководителя, будут казаться вечными, неразрешимыми, поэтому с ними могут возникать большие сложности. Здесь может помочь расширение кругозора. Если вы начнете делиться лучшими практиками, смотреть, как это происходит у других, читать, обучать персонал, вливать новую информацию в коллектив, то это может ослабить вот этот эффект. Кроме того, спрашивайте сразу, то есть когда вы принимаете новых работников, например, ставьте им сразу задачу для новых работников, чтобы они что-то улучшили. Спросите их сразу, что вы можете улучшить на этом рабочем месте. То есть в течение 3-5 дней, например, поставьте задачу, чтобы на этом рабочем месте что-то улучшилось, в этом процессе что-то улучшилось. Пока эффект замыльности глаз не начал усугубляться, так скажем, осложняться, рабочий еще может, или работник еще может, что-то предпринять, что-то улучшить. Опять же, если ему так поставить задачу. То есть такая постановка задачи уже будет означать, что процесс не идеален, что ты его можешь менять, и это твоя работа. Таким образом, второе наблюдение, вторую особенность человеческой психики можно немножко притупить, ослабить, чтобы влияние было не так сильно. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!